Каждый год с боем курантов страна начинает жить по-новому. 2016-й не станет исключением. Должникам придется потуже затянуть пояса и все-таки расплатиться с долгами. Есть и хорошие новости. Они касаются пенсионеров. В наступающем году им повысит пенсию. В наступающем году пенсия вырастет на 4%. В феврале произойдет индексация ее трудовой части, а в апреле – социальной. В среднем пенсия увеличится на 500 рублей. В Самарской области государственную поддержку получают почти миллион пожилых людей. Практически каждый третий житель. Однако не все фирмы, предприятия и частные предприниматели отчисляют деньги в пенсионный фонд. Общий долг за 2015 год составил 5 миллиардов рублей. Всего же удалось собрать 77 миллиардов, что на 3% больше, чем годом ранее. Конечно, если бы не было таких больших долгов в наших предприятиях, то, конечно, и обеспеченность собственными средствами была бы еще выше. Но это позволяло бы, может быть, государству увеличивать размер индексации нашим пенсионерам. Изменения ждут и тарифы на коммунальные платежи. Повышение произойдет в июле. В среднем почти на 5%. В этот раз удалось держать рост. Так, в 2015 году индексация составила более 9%. Для социально незащищенных граждан сохранятся меры поддержки. Им будут предоставлять субсидии и ежемесячные денежные выплаты. С апреля следующего года в квитанциях появятся изменения. В строку «Плата за содержание жилого помещения» войдут общедомовые расходы на воду, электричество и теплоэнергию. Но их размер не должен превышать нормативы. Фактическую разницу будет оплачивать управляющая компания, обслуживающая дом. Кроме того, недобросовестные конторы накажут рублем. Из-за неправильной квитанции, из-за несвоевременной оплаты, то есть как юридические, так и должностные лица могут пострадать в виде административных штрафов. Со следующего года увеличится и материнский капитал. Теперь сумма составит 475 тысяч. Кроме того, расширятся возможности использования сертификата. Помимо взноса на ипотеку, увеличения будущей пенсии мамы и образования детей, деньги можно будет потратить на содержание ребенка с ограниченными возможностями здоровья, не дожидаясь трехлетнего возраста. Есть новости и для водителей. ГИБДД вводит 50-процентную скидку на оплату штрафов. Те, кто успеет погасить штраф в течение 20 дней, оплатят только его половину. Но эта скидка не будет действовать при грубых нарушениях правил дорожного движения. Те, кто не заплатит или уже накопил внушительные долги, с 15 января вовсе могут лишиться водительских прав. Приставы внесут должника в специальную базу и права заморозят. Попасть в этот черный список можно даже за просроченные 10 тысяч рублей. Так что готовиться к изменениям нужно заранее. И морально, и материально. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.